Сочный бизнес. Такое название конференции организаторы решили дать не случайно. Здесь специально для начинающих предпринимателей собраны все самые интересные темы, позволяющие сделать бизнес приносящим прибыль, а главное полезным для общества. Участие для всех бесплатное. По словам Юрия Меньшикова, основателя сочинского бизнес-инкубатора биржи труда «Цитрус», а также руководителя одноименного центра предпринимательства и карьеры, сейчас то самое время, когда нужно открывать новые идеи и продвигать их в жизнь. Все, что вокруг нас находится, даже мы видим вот этот ролап, ящики, в которых лежат мандарины, микрофон, это все сделано предпринимателями. Это не делают чиновники, это не делает еще кто-то, это все делают только предприниматели. И поэтому чем больше развивается предпринимательство, тем больше у нас каких-то красивых вещей появляется, тем они как-то лучше, комфортнее, они более доступными становятся. Конференция от предпринимателей и для предпринимателей. Лекции не по книгам, а на личных примерах читают опытные наставники в лице четырех успешных бизнесменов, руководителей крупных компаний. В качестве слушателей, а их собралось около 200 человек, тоже действующие бизнесмены, которые захотели узнать секреты успеха у практиков и выйти на новый уровень. Я пришла сюда в поисках единомышленников, в поисках ответов на свои вопросы в плане финансов, в плане инвестора. Такие вопросы хочется решить и услышать ответы. Я была наемным работником, потом пришла вот эта идея, потому что что можно, чего не хватает и в каком направлении можно развиваться. Да, этот формат мне подходит тем, что хочу услышать от успешных людей какие-то идеи, в каком направлении идти, двигаться, потому что ниша достаточно новая и неохотно люди идут на это. В итоге участники узнали, как правильно нанимать персонал, вести свою работу в социальных сетях, как планировать свое время, а главное больше зарабатывать. Такая площадка оказалась очень востребованной для предпринимателей, поэтому конференцию организаторы планируют сделать традиционной. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.